Как раз меня на шахаре здесь был большой. Добрый вечер. Пурим самех, мишених насадар, марубим басимха. И у нас объяснение на интересный пасуг. Свитки Истер в 4 главе 5 стих написано. Когда Мурдыхай узнает, что Ахашвирош продает еврейский народ Аману, Раша на месте объясняет, что евреи за что нас продали. Есть причина. Целому во времена Навухаднецера и пошли на пир Ахашвироша. Написано там идет подсчет, когда этот пир реально выпадал. Он выпадал в Йом-Кипур. И пили они и ели сосудов Бетмикдаша. Они ели в Йом-Кипур. Там идет целое объяснение, когда это начиналось, когда находилось все это. И попадает, что у нас получается именно в Йом-Кипур происходило это. Отказаться не могли, пойти надо, кушать надо. Я принесу тебе драж. Итак, Мурдыхай во всем узнает. Написано, что он узнает, как сон. Он это видит сон, он все это узнает. И разорвал одежды свои, возложил на себя вретище, и пеплом себя осыпал, и вышел на середину города. Это нет, это уже после всего. Это уже происходит продажа. Нас продают. Сумму денег. И он об этом все узнает. Еще никто об этом еще не знает. Первый узнает Мурдыхай, и Мурдыхай выходит на середину города. И идет в сторону царских ворот. У нас написано прямо в Меглат-Эстер, что нельзя приходить в таком левуш, в левуш-сак. Лешара-Меллах нельзя подходить к вратам царя в таком виде. И об этом узнает, и рассказывает об этом Эстер. И она посылает Атаха. Тоже интересная вещь, что такое Атах. В Мегиле говорится, что... Даниэль. Именно Даниэль. И приказала ему узнать... Шем-я-фе Атаха, это был Даниэль. И приказала ему узнать у Мурдыхая. Что она ему сказала? Царь дал ей в помощники Даниэля. Сказала, пускай объяснится. Что за дела? Но как она попросила его сказать? Мазэ вальмазэ. Дословный перевод, он не такой уж точный, но это звучит так. Что это, в принципе, значит? И от чего это могло произойти? Что происходит? Ну, лошон, язык, он повернутый. Мазэ вальмазэ. У еврейского народа есть всегда две основные проблемы, которые нас преследуют постоянно. Это грех золотого тельца и продажа Йосефа. Это две основные вещи. Что это значит? Грех золотого тельца, это Бенадам Лемаком. Этот человек прегрешил перед Богом. Продажа Йосефа, это Бенадам Ле Хаверо, это между людьми. У нас есть две основные проблемы. И она спрашивает, что произошло? Альмазэ вальмазэш. В чем мы согрешили? Мы согрешили в Торе, или вы согрешили в людях? В чем проблема? И я сказал ей обо всем Мурдыхай. Оман самый страшный из всех властителей, который был на свете. Я объясню. Много людей хотел нас убить. У нас все праздники так начинаются. Дорогие друзья, нас все хотели убить, у нас не получилось, у них не получилось. Давайте выпьем. Но тут есть идея. Допустим, фараон. Кого хотел убить фараон? Фараон хотел убить только мальчиков. Топить будем только мальчиков. Кого хотел убить Гитлер? Он хотел убить весь еврейский народ, но постепенно. У него был план решения еврейского вопроса, но постепенно. А Оман хотел убить всех на Шим в этап, бьем и хат. Всех в один день моментом решить вопрос. Страшнее человека не было на свете. На что это за вопрос такой? Аль-Мазе. Мазе в Аль-Мазе. Есть книга одного Талмитха Хама из Америки. Книга называется Хэн Тов. Это Туви Абен Авраам Алеви. Весь урок построен на идее Рава Розенблума. Мне идея очень понравилась. Мы ее дорисовали и перевели на русский. Итак, в этой книге Хэн Тов в главе Ваешев он дает прекрасную идею, объясняя весь смысл и сравнивая именно эту подачу Бен-Адам Ле-Маком и Бен-Адам Ле-Хаверо. Человек к месту, к Богу и человек к ближнему своему. Смысл в том, что Мурдахай говорит, какая разница Аль-Мазе в Аль-Мазе. Все в конце упирается только в одно. Мехерат Йосеф. Он говорит, Эгеля считай, нету. У нас одна проблема. У нас проблема между людьми. У нас проблема между людьми и вся проблема это с людьми. Я сейчас тебе это объясню. И книга Хэн Тов это объясняет. Он начинает рассказывать историю о продаже Йосефа. Отец посылает Йосефа пойти и проведать братьев. Ранее Йосеф клеветал на братьев, что они кушают мясо от живого животного. Это одна из мецуот Бен-Нуах Лоли-Холя-Вер-Минахай. И еще он сказал, что старшие братья, сыновья Леи притесняют сыновей Белии-Зельпы. Говорят, что они Бен-Шфахот. И разговаривают с ними некрасиво. и ведут себя неправильно. Имя тут Лошон Раши. Как он посылает Йосефа и что он ему говорит? Лех на Лошон Бакаша. Потому что он знает, что братья его ненавидят. Он посылает его на сложную задачу. Лех на Раэч Ломахиха. Что значит Ломахиха? Посмотри, если братья не поубивали друг друга. Лех на Раэч Ломахиха. Ты же говоришь, они ссорились. Эти дети Леи притесняли детей. Шфахот, иди посмотри, Шло Махиха, если они не убили друг друга. В Раэч Ломахсон. Посмотри, живо ли стадо. Ты же говоришь, они от живого отрезают мясо. Посмотри, если стадо живое. Ващевене, товар, и приди расскажи мне, как все было. И сказал ему, Исраиль, иди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. Куда он посылает Йосефа? В какой город? Он посылает его в Шхем, не в Дотан. Он посылает его в Шхем. Приходит Йосеф в Шхем, ищет братьев, берет бинокль, посмотрел вправо-влево, братьев нету. Нормальный человек что делает? Пишет на заборе, здесь был Вася, поворачивается, идет до моих папе. Но Йосеф хочет до конца сделать кибут, а, находит человека. Написано Иш, кто этот был? Иш, Малах Михаэль. Он говорит, Мата Мивакеш, это хай, братьев я своих ищу. Он говорит, супер, я слышал, что они говорили, что они идут до Таймы. Он говорит, Дотан, нет проблем, я иду в Дотан, я должен сделать митцву папы. И он доходит до Дотана. И когда Йосеф подходит и видит братьев, первые, кто его видят, это Шимон и Леви. А кто из них говорит и произносит эту фразу? Леви. 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 Что говорит Леви? Увидел его Леви, первый говорит, Ваёмер Леви, Иш, написано, Ваёмер Иш, Леви. Элехав, и не бала халумот, а лазе. Мазе вальмазе, спросила Эстер. А Леви ему говорит, Ине бала халумот, а зеба, а лазе, вот он идёт, и сновидец. И сказал Леви братьям, вон, сновидец тот, подходит, теперь же пойдём и убьём его. Давайте убьём его. Друзья, речь идёт не о каких-то мафиози, криминальных структурах, речь идёт о двух великих братьев, Шимон и Леви. Это не криминал, это не авторитет. Которые вырезали шкем. Серьёзно? Вырезали шкем, написано, у тебя Драш объясняет, как они резали. Один держал, другой говорил, броху и резал горло. Главное, что с брохой. Главное, что с брохой. Главное, что с брохой резали. Как это? Я криминал. И гилл тоже, а не с брохой резали. Все комментаторы спрашивают, на каком основании братья могли убить Йосефа. Есть много объяснений. Одно из объяснений привозит Раву Адисфорна. Говорит, что у него был один Рудеф Малхут. Один Рудеф Малхут. Как получается, один Рудеф Малхут пришёл и братьям сказал, ребята, я вижу, что я буду царем. А мы уже себе избрали царя, у нас царь будет Юда. Так что ты не можешь быть царём. Там ещё есть много объяснений, разных объяснений, интересных, которые говорят, что Йосеф был один Моссор, и ещё был один Эдзумэм. Навишекер, Эдзумэм. Что он сказал, братья кушают Эвер Минахай, это не Эвер Минахай. Один Эвер Минахай, это Мавет. И поэтому мы должны тебя... Много объяснений. Но речь сейчас не о Порошат Ваешев. Итак, братья говорят... Да, он прям... Мы хотим тебя убить. Йосеф отвечает, ребят, не вопрос. Объясните. Да. Столбок можно... Йосеф отвечает, на каком основании вы хотите меня убить? Говорят ему братья. Говорит книжка Хэнту. Повторяю, пасук о снопах. Тебе с а снопах, тебе сняться сны, Йосеф. Нам тоже сняться сны. По-моему, снопах, В снопах? Снопах. Тебе сняться сны. Нам тоже сняться сны. Нам тоже сняться сны. Это неплохо. Все могут видеть сны. Все могут мечтать. Все хотят быть царями. Вон, Беннет мечтал. Тоже встал. В чем проблема? Все хотят быть царями. Тебе снится сон. Нам тоже снится сон. И видим мы в наших снах, что от тебя произойдет царь. Не ты будешь царем, а от тебя произойдет царь. Еруван Бен-Неват. Страшный царь. Этот царь разъединил еврейский народ на две части. Десять колен пошли с Еруваном Бен-Неватом, а два колена остались с Рахаван Бен-Шлумом. Он разъединил полностью весь Израиль. Еруван Бен-Неват это непростой человек. Сейчас мы объясним эту тему. Пришло время, евреи хотели приносить жертвы в храме, но он их не пускает, они не могут пойти в храм, у них граница. Он говорит, ребят, в чем проблема? Ходите жертвы? Сейчас мы сделаем жертвы. Он построил два эгеля и написано, что он их сделал на магнитах. Не знаю, как работает магнит, плюс-минус, а он сделал плюс-плюс, и они парили в небесах. Именно из-за магнитов. Он сделал их, поставил в такой позиции, что они могли парить. Положил клав им в рот, и они разговаривали, что они говорили. И они не могут. Речь идет мне апросстом, дядинки, «Йорוב�ам бен-новод». В Масахет Сан-Недрин даже в бит написано «Эль-турату, аль-турату, шил-ярувам, ло ая ба шум дуфин. Эмар Шломо, шхиччэу деварим шло шама озан ма олам. Эмар Рав Йуда, эмар Рав, шекол талмидэй хахамим думим лэфнээм кэзбэй асадэ». Человек дастіг таково оровня, што всэ хахамим ряда мсни, как трава в поле. И этот человек берет, разъединяет всех и уходит. Написано, что он достиг 103 вида учения «фтуратакуаним» от Ерувами, да, о царе, который должен выйти от праска Йосефа. Он говорит, ты разъединишь весь народ, из-за тебя весь народ разъединится, мы хотим тебя убить, чтобы это не произошло. Но это не какой-то дядик-то Ерувам бен-Вад, он великий человек. 103 вида учения «фтуратакуаним». 103 вида. Что такое 103 вида? Гематрия, эгель, айн, 70, гемель 3, ламы 30. 103 – это эгель. 103 вида. 103 вида, вот этот «куаним» он пришел и показал, ребят, вы хотите, что я научил, как надо работать? Вот так надо работать. Это максимальный вариант, как можно это сделать. Итак, насколько он велик. Итак, ему говорят братья, убив тебя, мы это все предотвратим. Израиль не разъединится, и будет цел, и не будет эгелев. Можно так судить человека за будущее. Это реально. У нас уже был такой пример. Ишмаэль лежит, умирает, приходят ангелы и говорят, надо кончать. Надо кончать историю сейчас. Давайте закончим. Зачем весь Татсербор? Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Приходит Бог и говорит, ребят, в чем проблема? Когда он согрешит? В будущем? Мы не судим за будущее. Мы судим за сейчас. Сейчас он нормально? Мы не можем его судить. Поэтому он будет жить. Хотя есть одно место, где мы, да, судим за будущее. Это Бен Сурер-Умре. Отлично. Итак, но идея есть. Евреи живут идеями. Итак, братья собираются убить Йосефа за будущее, за Ерубама Бен-Невата. Приходит к книгах Энтофф и говорит, прекрасные вещи. Ребят, подержите голову, сейчас несколько минут. Лахзи кросс, сейчас идет такая интересная тема. И сказал им Йосеф, у вас есть сны? Нет проблем? Пробежуточный, вы не убиваете. Ребят, как хорошо дай, избивайте. У вас есть сны? У меня тоже есть сны. Сейчас я объясню. Еще до того, как будут стоять быки Ерубама, Бен-Невата, и написано, встали ваши снопы, прежде чем встала моя снопа в поле. И сказал им Йосеф, мой сноп, I'm sorry. Ребят, я писал это быстро, между пациентами, сегодня целый день были, все листы в крови. Говорит им Йосеф, я не пойду так далеко, как вы до Ерубама. Я вам расскажу нашу историю, что будет с нами. Я вам расскажу, в чем будет наш грех. Йосеф говорит братьям, я вам расскажу наши сны. Книжка хэнтофф это объясняет. Сейчас я вам расскажу наши, ваши прямые грехи. Итак, сейчас мы поймем связь между Эгелем и Мехерат Йосефом. Братья, чтоб вы знали, я буду царем. Еще до Ерубама. Не знаю где, но я буду. Обещали Авраам Авейну, гер-э-зар-э-ха-бер-э-с-ла-ла-эм. Твой народ будет чужеземцем в землю, которая им не будет принадлежать. И я попаду в эту землю до вас. Так я это вижу. Это мой сон. И я понравлюсь этому царю. И я буду его правой рукой. Все это сделано для того, потому что еврейский народ должен будет прийти. А раз он должен прийти, его кто-то должен встретить. Встретить его должен я. Я должен его встретить. Я должен его обустроить. И я должен все это сделать. И местный царь, когда придет время, и мы все умрем, а мы все умрем в этой стране, потому что 400 лет никто не живет. Мы все обязательно там погибнем. И придет время, нам надо будет выходить. И царь этот будет знать, что пока мои кости будут похоронены в этой стране, еврейский народ не выйдет. И нам надо будет выйти с этой страны. Я не знаю, что это за страна. И будут искать мой гроб. И чтобы найти мой гроб, произойдет следующее. Потому что если найдут мой гроб, то весь народ сможет выйти. Без моего гроба народ не выйдет, потому что я дам заклятие, я дам цава. Какую цаву я дам? У нас постоянно эти слова. Вы должны будете забрать мои кости. Кто вы? Вы. Вы меня продали. Вы меня продали. Папа меня послал в шхем. Вы должны будете вернуть меня в шхем. Он уже говорит, сейчас, сейчас. Подождите, он видит сон. Он говорит, вы должны будете вернуть мои кости в шхем. Папа купил эту землю. Папа завещал ее мне. И вы вернете меня в шхем. Вспомните, пожалуйста, кто заботился о костях Йосифа? Моши. С какого шевета Моши? Леви. Кто увидел первый? Леви. Кто сотворил это все? Леви. Кто будет возвращать кости? Леви. Не Шимон. Леви. Моши. Бен Киат. Бен Леви. Он будет возвращать эти кости. Он будет заботиться, потому что он говорит, мой прадед согрешил. Я должен чинить это. И снова идет, давайте убьем его. И говорит Йосиф, и чтоб не нашли мою могилу, не нашли мой гроб, царь того места предпримет интересные дела, какие я не знаю. Теперь давайте окунемся дальше. Что произошло? Если вы помните могилу Йосифа, его похоронили в свинцовом гробу. Свинец – это один из самых сложных тяжелых металлов. Что происходит, когда бросают свинец в воду? Он опускается ниже уровня земли, если она. И он хоронит себя в тине, в ине, и он весь погружается. Его найти невозможно. После казни темноты мы пропускаем. Муша начинает искать. Мы должны выйти. Он находит 11 гробов всех братьев. Он достает кости всех глав колен. Все главы колен собирает, но он не может найти один гроб. Он не может найти Йосифа. Он бегает с угла в угол. По всему Египту не может найти. Никто не знает, где он похоронен, пока он не находит одну женщину. Ими ей сгула. Медраж пишет сгула. Что такое сгула? Сгулали Архут Ямим. Мы знаем, кто это. Это сырых баташе. Когда братья пришли из Египта и не знали, как рассказать папе, что Йосиф жив, они видят эту прекрасную девочку с прекрасным лицом и голосом. Посылают ее сарфой. Она заходит за... Сарфа, по-моему. Она заходит за... Слепок еще не было. Музыкальный инструмент. Она заходит за спину Йосифа и начинает медленно петь. Йосифа, Якова. И начинает медленно петь. От Йосиф Хай. От Йосиф Хай. И написано, что голос ее так поднялся, что душа Якова спорхнула к небесам и к нему вернулась Руаха Кодыш. Он обрадовался. А Руаха Кодыш не может находиться в теле, которое грустное. И когда душа обрадовалась, Руаха Кодыш вернулась, он ее благословил. Как он ее благословил? Чтобы ты жила до ста. Нет. Чтобы ты жила вечно. Он ее благословил, чтобы ты жила вечно. Она прожила спуск в Египет. Она прожила весь Египет. Она прожила весь Мидбар. Она прожила до конца первого храма и живой поднялась туда. Она не умерла. Она живет вечно. И она говорит, в чем проблема? Чего ты такой уставший? Он говорит, я уже несколько дней не видел сна. Я ищу гроб. Я ищу Йосефа. Я не знаю, где он. В чем проблема? Я сейчас покажу тебе. Приводит его к этому месту Нила. Он говорит, вот тут он похоронен. Муша засучил рукава. Засучил рукава. Я говорю, Йосеф, поднимись. Поднимешься, то не поднимешься. Мы чисты. Перед тобой походы в ход не будет. Мы не возьмем твои кости, если ты не поднимешься. Гроб не поднимается, он не знает, что делать. Рядом с Мушей был маленький мальчик. И мальчика звали Миха. Этот Миха сделал нам очень-очень много цоросов. Очень много цоросов. И этот Миха стоит рядом, видит мой мужик, говорит, слушай, сбегай до тамбура, возьми такую железную штучку, принеси мне. Миха приносит ему, то ли была золотая, то ли серебряная, железка. И он на ней пишет имя Алле Шор. Поднимись, бык. Потому что Йосеф приравнится к быку. Алле Шор гравирует на ней эти слова и бросает их в реку. Река начинает расходиться, бурлиться, и гроб поднимается. Мушей довольный хватает гроб, а Миха прыгает за табличкой и цепляет ее. На кой эта табличка нужна этому Михе? Вообще, кто такой Миха? Написано, что когда Моисей приходит в Египет освободить евреев, после первого разговора с фараоном, евреям не только не стало лучше, им стало гораздо хуже. Им стало настолько хуже, что фараон заставлял их теперь ходить и искать сено. А количество кирпичей, 400, они должны были делать каждый день. и те люди, которые не успевали делать кирпичи и находить сено, написано, что он брал их детей и забивал ими стены, дыры в стенах. Когда увидел это Муша, он взмолился и закричал Богу, а Вальзейладим, ну это же дети, как можно детей? Он говорит, поверь мне, я вырываю сырники из поля, они не нужны. Он говорит, ну это дети, он говорит, возьми одного, возьми одного. и написано, когда мы шли, этот был тот Меха, почему его зовут Меха? Мидхакех, Бетуха Кир. Его звали, он не получил это имя в рождении, Бабри. Мидхакех Баава, Мидхакех Бакир, Меха. И написано, написано, что этот Меха взял эту табличку Оле Шор. Сколько она такая табличка может стоить на садбись? Да хрена, выставите на продажу. Он ее цепляет, таки за карманчик, хоть что-нибудь выигрит. Он собирается сделать из нее Абудозору. Он видит, что табличка имеет серьезную мощь. Написано, когда мы шли, когда мы шли через море, написано, Ве Амаим Хома. И стенка была им, как Хома. Говорит, не читайте Хома, читайте Хейма, Бог стыдился. А Эхейма, он краснел от этого. Он говорит, я вас вывожу с Египта, я вам открываю море, а вы с собой несете Абудозору, вы с собой несете гнев. Он гневается. Он говорит, вы с собой несете Абудозору. Итак, он с ней сделает Абудозору, он ее взял, он ее взял с целью, он ее взял с целью, Абудозору. Абудозору. И в будущем, и в будущем, он сделает, скажи мне, пожалуйста, что сделает в будущем меха? Ты помнишь? Он сделает пессель, пессель меха. Кто будет главным жрецом? Кто будет главным жрецом в пессель меха? Внук Мошер Абейну. Внук Мошер Абейну. И вот приходит 17-е Томуза. Евреи ждут. Моисей не спускается. Народ нервничает. Прошла половина дня. Моисей не приходит. А те подбегают к Арону. Начинают давить. Арон говорит, выбирает самый сложный путь, чтобы сделать какое-то золотое извояние. Можно же накипеть и вылить. И у тебя в какой-то сосуд. Он говорит, нет, давайте сделаем гуш и из него будем выбивать. Женщины не дали золото. Сейчас я объясню. И они кидают золото. Ничего не получается. И вот этот вот меха берет эту золотую табличку Али Шор, Шор и бросает ее в огонь. И выходит телец. Почему выходит телец? Потому что не хватило золота. Женщины не дали. Дали бы женщины, вышел бы Шор. Но Шор не вышел. Вышел телец, потому что не хватило золота. Был маленький теленок. Забейте, в Тейлиб написано в Тейлибе. Что говоришь? Огромный телец был. Там несколько сотен, по-моему, золота. У тебя был один телец. У тебя был один телец, который вышел из огня. И с ним еще сделали 12 телецов. Помимо одного телеца было еще 12. 12 телецов на каждое колено. Ааа, Шевет Леви Лой Штатев. Шевет Леви не было. Он говорит, я сифраим, я минаше. Не вопрос. 12 телецов ушли. Это те снопы, которые поднялись ваши. 12. До того, как стала моя. Это Иосиф говорит. Это Иосиф говорит. Так что, говорит, ребята, успокоимся. Все нормально. Заметьте, в Тейлибе написано воя миру эт квуди бешор ухэль эсэф. Почему написано эсэф? Второе, потому что на железке было написано оле шор. А Иосиф это шор. Отсюда выходит, что Эгель вышел от железки, которую бросил меха. Это та железка, которую написал Моше, чтобы вытащить Иосифа. Ребят, Моше пишет железку, чтобы вытащить Иосифа. И этой же железкой возрождают, не возрождают, а появляется на свет Эгель. И вот математика Иосифа. Ребят, еще минутка. Очень интересная сейчас будет концовка. Если вы меня не ненавидели бы, Иосиф говорит, меня бы не продали бы в Египет. Если бы меня не продали бы в Египет, то мы бы спустились бы по-другому в Египет. Мы бы спустились с большим каводом. А не как вы, воры, грабители, как я вас представил. Он братьям говорит, мы бы спустились туда. Я сейчас говорю Египет. Мы спустимся в эту страну с другим каводом. Если я не буду А если мы не спустим за другим колодом То я не буду помощником царя А если я не буду помощником царя То я в конце Не буду захоронен в Ниле Если я не буду захоронен в Ниле То Мушене надо будет меня вытаскивать из Нила Если Мушене надо будет вытаскивать меня из Нила Он не напишет золотую табличку Если он не напишет золотую табличку То Михайя не воспользуется Если Михайя не воспользуется То не будет Эгеля Вот вся математика Получается Нечего будет кидать в огонь И не будет Эгеля Значит откуда Эгель и 12 других Агалим Это от того что вы меня Ненавидите сейчас Если бы всего этого бы не было То Эгеля бы не было Значит вся еврейская проблема Бен Адамле Хаверо Бен Адамле Маком Начинается именно от Бен Адамле Хаверо И говорит Мордеха Эстер Какая разница Все в конце упирается во что Бен Адамле Хаверо И поэтому Махацита Шекель Эгеля сделали в половину дня Полдень, половина У тебя наверное Мордехаех убеждал не идти на это Мордехаех же убеждал не идти на это Но опять таки это все началось оттуда Идем дальше Братья Продали Йосефа за деньги И купили на эти деньги туфли Это отдельная история что такое за туфли И поэтому теперь мы выкупаем Наши жизни Так же как те продали Йосефа Мы теперь выкупаем наши жизни Этим Махацита Шекелем обратно И поэтому весь праздник Пурим Даник Весь праздник Пурим основан на любви к ближнему Бен Адамле Хаверо В этом и смысл Подарки нуждающимся Кепурим Он как Как Кипур Пурим И Мишло Ахманот Мишло Ахманот Мы дарим не людям Которых мы любим Нужно Мишло Ахманот давать людям Которых С которыми у нас проблемы С которыми у нас непонятки В этом смысл В этом смысл Потому что Это не значит что надо поссориться до этого И теперь надо И что сказала Эстер Иди и собери народ Что это значит иди и собери народ Это и есть сплощение всего народа Сплощение всего народа И любовь друг к другу И тем самым когда мы едины И в нас живет та вера Нас невозможно победить Вера Надежда И даже любовь Как говорится Одна тростинка можно сломать А когда нас много Сломать нас тяжело Но именно Что получается Аман бена мадата цорера иудим Что такое цорер Зелой нян цар Зелой нян црор Он нас всех соединил Своей ненавистью к нам Он нас всех соединил воедино И он связал всех евреев Ненавистью Своей ненавистью И поэтому все чудо произошло В месяц Адар Что такое месяц Адар Это месяц Йосефа Месяц Йосефа Это рыба Что такое рыба Он никому не завидует Если Айн това У него хороший глаз Бен пурат Юсав Бен пурат Юсеф Бен пурат Але Айн Он никому не завидует Ты хочешь быть царем Нет проблем Ты кому угодно У меня хороший глаз Что такое довольный человек Что такое человек довольный Написано Нафтали Сварацон Что такое Нафтали Сварацон Он никому не завидует У меня все хорошо У меня все классно Когда человек Самех Бехилко Он сварацон Как в Порошата Несиим Звали Неси Шевет Нафтали Кто помнит Ахира Какая мать Может назвать Ребенка Ахира Назови его Ахитов Как можно назвать Ребенка Ахира Он говорит Нет Папа Он говорит Сыночек Все что есть У тебя Это Ахитов Все что есть У твоего брата Это Ра Все что его Тебе не надо Все что твое Это и есть Ахитов В этом и смысл Этого праздника Любовь к ближнему Помочь ближнему Дай Бог Кадош Бруху Услышит наши молитвы Мы возлюбим Друг друга Примеримся К друг другу Будем уважать Друг друга В это шем И тем самым Приближим Беятамаши Хак самя Заговору Вау Заговору Знаете почему Юсип рыба Вот что ли в этой празднике Есть пару вопросов В итоге Дали-ка спроси Целый день между пациентами Сидел каляков Следующий Да Еще какие-то записали Следующий Мы поживали мертвые Только в один способ Она плывет по лестечению Если Юсип Вы плывете Всего лечения Египта Есть человек Иврей Где по лестечению Он живой Он был совсем Ты знаешь Это единственный Мазаль Который идет Базугод Парами Когда У тебя есть весы У тебя есть близнецы Нет Нет Если бы Весы Сделать один Это получится парашют Весы должны быть Две Изначально Близнецы Как ты назовешь Близнец Такого нет Он должен быть два Близнецы А рыба Можно сделать ее одну А она две Показывает бесконечно